Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное 8-е в 2023-2024 учебном году занятие кружка любителей гегелевской диалектики. В этом периоде, в котором мы находимся в этом учебном году, в 2023-2024, мы были озабочены материалистическим истолкованием диалектики Гегеля. И, в общем, пришли к такому выводу, что первые две книги, то есть, которые входят в том первый, объективная логика, они, в общем, не нуждаются в том, чтобы осуществлять теоретическое истолкование, потому что они по самому смыслу, объективная логика, представляют собой изучение объективно, средствами философии. А вот другая книга, это третья книга, то есть второй том науки логики, учения о понятии, там есть и то, и другое. Там есть и объективная логика, которую вполне можно рассматривать как на теоретически поставленную логику. Там речь идёт о механизме, о химизме и организме, и он, так сказать, по ступеням поднимается, сложности, сложных систем, и доходит до человека. Хотя в то время ещё не было известно, что такое белок, и не вполне было известно, так сказать, как появилось человечество и как появился тем самым современный человек. А как бы в середине книги там находится учение о самих понятиях. И оно, так сказать, как бы в середине находится, до него можно без этого обойтись, но после него используются эти понятия, потому что там есть такой раздел, как телеология. А телеология – это учение о постановке целей и их реализации. Поэтому без понятия этого не может быть. Но при этом Гегель даже доходит до исторического материализма, то есть до того, что есть средства производства, и эти средства производства, вроде плуга, они почтеннее, чем те зёрна, которые с помощью этого плуга добываются. То есть такие гениальные догадки есть, которые не позволяют считать третью книгу или второй том науки и логики, считать сугубо субъективной. То есть там не только субъективная логика, там, собственно, продолжается это движение, усложнение, когда речь идёт объективно, и потом уже субъективная логика. Но мы пока в своём движении рассматривали те категории, которые имеются вот в этой книге на уколойке первой, том первой, в том числе учение о бытии и учение о сущности. Ну и вот наше это изучение привело у нас к выводу о том, что здесь вот то, что здесь написано, не требует материалистического истолкования, потому что оно само по себе материалистическое. Почему? Потому что с чего начинается? Бытие. И что изучается? Бытие. И это вообще вот объективная логика, это учение о бытии. А потом вторая книга, это учение о сущности. А что такое? Это снятое бытие. То есть углубление в эту же самую сущность. Если в эту сущность углубляется объективность, то это более глубокое понимание объективного. Поэтому всякого рода досужие такие разговоры, то, что я могу истолковать материалистически то, что написано, в этом истолковании то, что написано в первых двух томах, практически не нуждается. За редким исключением. И вот сегодня об одном исключении я хочу и рассказать и обратить на это внимание не только тех, кто слушает, но тех, кто вообще пользуется вот этой книгой. Вот эта книга, которая вышла уже довольно давно при помощи наших товарищей, товарища Ломова и при поддержке фонда рабочей академии. и эта книга выдается тем слушателям Красного университета, кто успешно заканчивает бесплатно. Мы ее в какую продажу не пускаем. Тем не менее, это нас не спасло от некоторых недостатков, которые в ней есть. А с чем связано с недостатками? Эти недостатки. Ну вот я, как, так сказать, все-таки имеющий отношение к философии, я работал профессором в кафедре специальной философии и философии и истории Санкт-Петербургского университета. И лично был знаком с директором вот этой самой издательства, которое у нас тоже был доктор философских наук. Здесь вот в этом томе обе объективная логика и субъективная логика. Вот это Владимир Михайлович Камнев. Вот он директор и наш профессор. Вот пристальное внимание к тому, насколько материалистично, так сказать, это изложение вдруг привело меня и моего товарища и по партии, и по научным интересам товарища Мазура Олега Анатольевича на то, что мы обратили внимание на то, что вот в этой книге в отличие от других изданий более поздних эта книга, так сказать, как бы берется, берется, взята и переиздано по книге, которую переводил Столпнер под редакцией Митина. В общем-то, не про Столпнера мы, в общем-то, ничего не знаем, в чем его заслуги, кроме того, что они участвовали в переводе. Ирина Митина, который был, так сказать, доктор философских наук, считался важным философом, но что важное он внес в философии, я затрудняюсь сказать, хотя, так сказать, я работал на кафедре философии и истории, читал курс по философии, доктор философских наук, но вот я затрудняюсь сказать, в чем вклад. Ну, можно считать, что вклад был вот в этом, потому что они показывали как в книге. Оказывается, они сделали вот этот вклад, в отличие от других книг, в которых этого нету, о чем пойдет речь. Они странным образом в учении о ВТИ поставили такие положения, которым там не место, а именно некая мысленная вещь, мыслимая вещь в самом учении о сущности. Хотя мыслимые вещи, строго говоря, место учения о понятии. Это мыслимые вещи, а тут вещи, если надо, и в ТИЕ, и форма этого ВТИ, и форма познания этого ВТИ, и так далее. Причем, вот, если мы возьмем такую книжечку, которая здесь выделена только одна часть, это учение о сущности. Но в таком же виде было издано учение о ВТИ, один томик, и учение о понятии, третий томик. И вот, это очень хорошее издание, очень толковое. у него как есть свои авторы, так сказать, свои ответственные лица, это Академия наук СССР, Институт философии, издательство социально-экономической литературы мысль. Москва, 1971 год. Вот, к этому источнику таких никаких претензий нет. Здесь, например, совершенно четко говорится о том, что когда для какой-нибудь сути дела, или просто сути, складываются условия, она поступает в существование. То есть, если она есть в своих условиях, то она есть уже и такова. Так появляется новое. То есть, если вам нужно что-то получить новое, ну, получить в объективности, а вы не можете его сразу получить, но вы понимаете, что для этого надо. Ну, как вот, скажем, если вы работаете под землей, и вам есть задача такая, что вы должны быть вырод значительный объем земли и спланировано так, чтобы можно было либо там двигаться под землей, либо жидкость какая-то под землей та или иная была, то есть, либо там в камбели будут проходить и так далее. Если вы вот все это сделаете, одно, другое, третье, четвертое, пятое, когда для какой-нибудь сути или сути дела в разных местах, вот здесь говорится о сути дела, она вступает в существование. То есть, вполне объективно, это относится к учению о сущности. Вот я сейчас прямо и процитирую. Эта книжка очень хорошая, я по ней вообще изучал на уколовике впервые, потому что и удобно, она такая маленькая, можно взять, хоть в трамвае изучать или в метро. Все равно же непонятно, хоть и так непонятно, и в метро непонятно, поэтому лучше тогда уже полегче, чтобы в руках было легче держать. И вот одно и то же содержание единства формы естественно необусловленная сама суть дела написано. Но поставлено немецкое слово «дизахе», чтобы, если вы по-другому будете просто суть переводить, то можно и так, лицо дела. Это, так сказать, содержит, абсолютно необусловленное содержит в себе как свои моменты обе стороны, условия и основания. Оно единство, в которое они возвратились. Обе они вместе образуют форму или положенность, этому необусловленное. И есть специальный разделчик. переход в сути дела в существование. Это очень важно, потому что вот вам нужно что-то построить. А то, чтобы что-то построить, нужно много чего сделать. Нужно иметь проект, нужно иметь средства для того, чтобы нанять рабочих, нужно иметь инженеров, нужно иметь архитектора соответствующего, нужно иметь соответствующую технику, нужно иметь соответствующие формы защиты от возможных каких-то травм, которые могут быть при строительстве объекта. Представьте себе такой объект, скажем, как Зимний дворец или, допустим, как Исаакиевский собор. Это очень сложные объекты. Они все требуют, как решается эта проблема. А так, постепенно все условия, которые для этого нужны, нужно эти все условия удовлетворить. То есть где-то выкопать, где-то поставить, где-то отшлифовать, где-то обеспечить. И когда вы все сделаете, то вот что написано здесь буквально, это очень интересно и практически важно. На странице 106 говорится, что сторона условий – это сторона есть целокупность определения сути дела. Сама суть дела, но вернутая во внешность бытия, восстановленная сфера бытия. Вот почему условия – это все содержание сути дела. То есть кажется, что вы вроде занимаетесь не сутью дела, а это делаете для этого, это делаете для этого, это делаете, вот это делаете. Это все условия, условия, условия. А когда вы все условия создадите, и вдруг вы, как в сказке, увидите готовый результат. Вот эту самую суть дела, про которую идет речь. Это называется, раздел называется «Переход сути дела в существование». В этом становлении исчезло посредствование, как возвращение к себе через отрицание. Движение сути дела, состоящее в том, что ее полагают с одной стороны ее условия, а с другой ее основания, если же исчезание видимости о посредствовании. Полагание сути дела есть, стало быть, выступление, простой выход в существование. Чистое движение ее к самой себе. Выхождение в существование, потому что непосредственно, что оно опосредствовано, лишь исчезанием опосредствования. Вот очень важное для практики, для применения вот этой науки в жизни положение. Это опосредствование основанием и условиям, непосредственность, ставшей через снятие опосредствования, то есть у нас с собой есть существование. Тут все хорошо переведено, правильно, и все хорошо написано. Аналогичный вариант – это вот издание, издательство «Мысль», а органы, которые за это отвечают, и несут ответственность, как издатели. Их очень немало здесь. Академия наук СССР, Институт философии, издательство социально-экономической литературы «Мысль». Москва, 71-й год. Какой год? 71-й. 1971-й год. А вот эта вот книга, эта книга, как бы, создана у нас, в Санкт-Петербурге, Ленинграде. В ней все три книги, разные есть варианты, видите, или вот в двух частях, ну, так сказать, в том, учение о бытии, два подразделения, там, учение о бытии, учение о сущности, бытие, и учение о понятии. А здесь все в одном, и все в одном. И так здорово, что я потом разговаривал с главным редактором этой книги, и заметил один дефект. Что там нету, вот, написана первая часть объективная логика, вторая – субъективная. И никакого подразделения, странички, где бы написано, что теперь сейчас пойдет субъективная логика, нету. Как-то они ее пропустили. Ну, бывает. Делают все люди хорошее сделают, а какой-то пустячок забудут. Вот в этой же самой книге аналогично говорится, как в учении о сущности, как основание же, свободное от условий суть дела, если отрицательное тождество, которое, оттолкнув себя от себя, распалось на эти два момента. Действие сути дела состоит в том, чтобы обусловливать себя и противоставлять себе свои условия как основание. А раз основание, значит, на нем есть основанное. То есть, если вы будете все условия соблюдать, обеспечивать, то вы получите то, к чему вы стремитесь. Эта сторона есть тотальность определения сути. Это 431 страница. Суть, но вернутая во внешность бытия, восстановленный круг бытия. Вот почему условия – это все содержание сути, так как они не обусловлены в форме бесформенного бытия. Вот мы сейчас ведем кружок. Ну, условием этого кружка является, если мы этот кружок ведем не только, кто здесь непосредственно присутствует, а для тех, кто смотрит по видеоканалу Фонда Рабочая Академия, значит, должна быть запись. Значит, должен быть Степан Степанович, как человек, который обеспечивает записи и отвечает за качество, и который, да, систематически этим занимается. Должны быть, естественно, слушатели, которые есть, потому что, когда человек вещает без слушателей, у него всегда лекции и занятия хуже получаются, потому что он не видит людей, не видит реакции, поэтому он вполне адекватно это излагает. Вот тут написано «Переход сути существования» такой разведчиков. «Переход сути существования» страница 431. «Her war in the ersache in their existence». Эта сторона есть тотальность, определение сути. Тотальность — это что такое? Всеобщность. Total. Total — это всеобщее. Все. Суть, но вернутая во внешность бытия, восстановленный круг бытия. То есть не такая сущность, которая где-то там в глубине есть, под землей, а такая, которая вышла и присутствует, допустим, здесь. Такая, может быть, суть дела. Вот почему условия — это все содержание сути, так как они обусловлены в форме безорвенного бытия. Как вот в этом издании, так и вот в этом, так и в том издании, из которого мы взяли как с более раннего, вот об этом идет речь. Но вот здесь говорится явно, что как объективно, когда налицо все условия какой-нибудь сути, она вступает в существование. Суть есть раньше, чем она существует. Есть она, где-то есть в замысле, она уже в действиях всех, или когда дом существует уже в том, что его строят. Правильно? Но он существует как? В становлении. Это что ли в существовании? А именно, она есть, во-первых, как сущность, или как необусловленная. Во-вторых, она обладает наличным бытием, или определена. И вот вся суть целиком должна наличствовать в своих условиях. Это распыленное многообразие становится внутренним, в самом себе. Суть исходит из основания. Она основывается или полагается ему. Не так, что основание еще остается внизу. Нет, полагание есть движение основания к себе самому, и простое его исчезание. Соединяясь с условиями, основание обретает внешнюю непосредственность и момент бытия. Это опосредованное основанием и условиями непосредственности, ставшее через снятие опосредственности, торжественное собой, есть существо по ней. Это вот написано вот в этой книге, вот в этой книге. И вроде бы, как я полагал, в таком же духе должно быть написано и вот в этой книге, которая с точки зрения предисловия, она получила серьезные изменения. Я поставил ленинскую работу о значении воинствующего материализма. Все вот такие довольно мутные предисловия, из которых ничего не исследовало, просто, так сказать, и съел. А вот что касается текста, ну, раз люди в 1938 году делали, в 1937-м, издавали, как бы они их первоисточник, то вроде бы они должны в этом разбираться. Но вот мы все-таки уже в таком состоянии, наш кружок, то мы можем разобраться в том, то есть разобрались люди, взялись или нет. А что мы здесь в этом набежаем, в этой книге? Вот на странице 428, это вы можете смотреть уже в этом издании, на странице 428 написано, что безусловная мыслимая вещь есть условия обеих. Чего? Условия и основания. Мыслимая вещь – условия обеих, то есть условия и основания. Ничего себе. А что такое мыслимая вещь? Это не вещь, это мысль. Правильно? Да. Мыслимая вещь. Истина безусловная. Мыслимая вещь в себе самой. Что такое мыслимая вещь? Если вы будете знакомиться с категориями, а вы знакомитесь, то увидите, что о вещевой речи пойдет позже. Здесь вопрос об основании, о движении. Это же… мыслимая вещь в себе самой держит. мыслимая вещь в себе самой. Да, в себе самой. Мыслимая вещь в себе самой. Мыслимая вещь – это вещь или мысль? Это мысль. А какой-то вещи? Мысли вещи. А вместо вещей, которые вот здесь и здесь, здесь некая мысль. То есть, это идеалистический взгляд. Мыслимая вещь – это условие обеих. Что это за мыслимая вещь? Откуда они ее взяли? Нет такого. Здесь товарищи, которые переводят, в скобках пишут. Захар. То есть, чтобы было видно, что это условие. Суть. Суть. Захар – это суть. Они мыслимые вещи. И дальше. Как называется? Разделчик такой «С». На странице 429. Выход мыслимой вещи в существование. То есть, есть мыслимая вещь, она выходит в существование. Но это бы подходило к третьей книге, да? Когда у вас есть идея, у вас есть средства для реализации этой идеи, и вот она вступает, эта идея в существование. А здесь-то речь идет о чем? О сущности. Здесь ни в какое существование. Эта мысль здесь не выходит, и вообще о мысли здесь речи быть не должно. В объективной логике. Объективная логика не изучает мысли, она изучает бытие. В формах ее проявления. Как во внешних формах, так, как, скажем, реальность. Бытие и реальность так, и в таких глубинных формах, как сущность. Сущность у Сафии не сводится к мыслям и к мысленному бытию. И вот я, как главный редактор этой книги, должен сказать, и вполне официально сейчас под запись, хочу сказать, как надо это переделать, чтобы соответствовало требованиям, которые предъявляются к научной литературе. Там, где написано С, выход к мыслям и вещи в существование, а вещи пойдет вообще позднее, и о существовании пойдет речь позднее. Значит, поэтому здесь надо назвать этот пунктик С. Переход сути дела или просто сути. Существование. И все. Обусловлено, и написано первая строчка. Абсолютно, безусловно, есть абсолютные основания, а не просто абсолютные. Дальше. Непосредственные мыслимые вещи. Заменить на суть дела. Мыслимые вещи. И тут, и далее. Везде заменить на суть дела. Поэтому указанная положенность есть, во-первых, снятое основание. Мыслимые вещи. Опять это мыслимые вещи, которые здесь вообще не в местах. То есть мыслям, которые рассматриваются в учении понятий. Как лишены рефлексы непосредственно. Последнее есть целокупность определений мыслимой вещи. Оказывается, есть совокупность определения мыслимой вещи. А здесь написано целокупность. Это что такое? Целокупность. Ну вот, так сказать, все, которые дают целостность. Не отдельные только какие-то, вы взяли внешние проявления, отдельные условия. А все. А это на самом деле восстановляется сфера бытия. Поэтому надо определение сути дела. Или просто сути, как вот в этой книге. В этой книге говорится суть дела, а в этой книге говорится сути, и все. Так что суть сама по себе уже достаточно ясная. То есть мыслимой вещи заменить на сути? Ну, это на раздел «С», да? А? Раздел «С», да. Заменить. На странице 429. Ну, «С», выход мыслимой мысли. Да, мыслимые вещи. Вещи существовали. Да, мыслимые вещи в существовании. Ни о какой мыслях нет, ни о чем речи не было. Вдруг она появилась ниоткуда. Свалилась с неба. То есть везде это нужно заменить на суть дела. Или на суть просто. Сама мыслимая вещь, но отброшенная во внешность бытия. С кем она отброшенная? Это мысльная вещь отброшенная во внешность бытия. То есть это игра в философии и изображении. В философской тексте, но это ничего вообще с философией не имеет. Но отброшенная во внешность бытия – это восстановленный круг бытия. Кстати, в сфере бытия часто мы говорим. А вот круг бытия – это круг знакомых, круг друзей. Как-то это все совсем другая категория. Круг бытия появился. Условия – суть, поэтому все содержание мыслимой вещи. Условия – это все содержание мыслимой вещи. Вот если условия – все содержание сути дела – это да. То, что вы делаете, то условия – это надо сделать. Это надо сделать. Какие условия? Что нужно выполнить, чтобы получилось то, что мы строим или создаем? Вот да, действительно, все содержание сути дела. или просто сути, как вот написано, вот здесь сути, здесь даже есть места, где явно это дело выбрасывали, и осталось даже, ну, место для этого кусочка, потому что можно без этого обойтись, это не нужно. Так, но в силу этой формы они имеют еще и другой вид, чем определение содержания, как это последнее есть в мыслимой вещи как таковой. Что это такое мысливая вещь как таковая, откуда она взялась, совершенно понятно. А вещи еще, речи тут не было, а мыслимые вещи тем более, потому что это к сознанию относится к третьей книге или к второму тому. Так, дальше, в середине. Они являются лишенным единственным многообразием, смешанным с несущественным и с другими обстоятельствами, не принадлежащими к кругу того наличного бытия, которое образует условия этой определенной сути мыслимой вещи. А надо в сути дела написать. А иначе, что они, вокруг мысли танцуют все эти условия? Дальше. А вот тут просто, я не знаю, у меня правильно нет. Из существования сторон, у меня идет этот дефис, условия суть, поэтому все... Сути, да, сути. Условия суть, поэтому все содержания мыслимой вещи. Да, суть. Мыслимая вещь вообще здесь ни при чем. Нет, мыслимой о мыслимой вещи не может идти речь в учении о сущности. Потому что сущность изучает не вещи, а сущность бытия. А вещи появляются в учении понятий. Вот там можно говорить уже о вещах. Когда вы берете механизм, вот он состоит из вещей, механизм. У вас есть это, 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 и вы соединяете их в единое целое. Вот такая сакраментальная фраза была, очень важная, вот здесь написано. Когда для какой-нибудь, если имеется налицо все условия какой-нибудь сути дела, то она вступает в существование. Вот это и должно быть здесь стоять. А здесь стоит, если имеется налицо все условия какой-нибудь мыслимой вещи. Какая-то мыслимая вещь, неизвестно какая. Но сути связаны с сущностью, с глубиной. А мыслимой мало ли что мне, как бы, в голову может прийти. Мало ли что, о чем я могу помыслить. То есть это произвол и субъективизм. Поэтому надо написать, если имеется налицо все условия какой-нибудь сути, то она вступает в существование. Она имеет бытие ранее, чем она существует. Дальше, дальше, ниже. Вся мыслимая вещь должна наличиствовать в ее условиях. Вся мысленная вещь должна наличиствовать в ее условиях. Что это за мысленная вещь такая? Если она мысль, то и сколько там может быть у нее условий? Для мысли условий достаточно иметь голову. Уже будет мысль. А вот, а для ее существования все условия. А тут надо написать, вся суть должна наличиствовать в ее условиях. Ну что, вы что-то хотите добиться? Надо осуществить все те условия, которые к этому приведут. Вы хотите погреб сделать? Копайте, деревянные стойки поставьте, чтобы не осыпалось. Крышку сделайте, полки сделайте. Выровняйте пол и сделайте его твердым. Так и так далее. И тогда, если вы все эти вещи сделаете, это все вы делали не погребом. А все делали суть этого погреба. А вот вы тогда суть дела получили. То есть у вас есть специальное помещение, которое под землей, и которое имеет температуру ниже, чем в помещении другом. И все. Вот она, суть и дело отвечает. А здесь вместо этого некая мыслимая вещь. Откуда, кто это выдумал, что это за такая придумаемая мысльная вещь. Хватит нам того, что у нас есть третья книга. В третьей книге там без идеализма не обойдешься. Потому что там есть учение о понятии, и там может быть и то, что является материалистическим, и то, что является идеалистическим. Здесь это не может быть, не место для того, что может являться идеалистическим вообще. Мыслимая вещь проистекает из основания. Как она могла проистекать, мыслимая вещь из основания? Мыслимая вещь проистекает откуда? Из головы. Вот, видите, все. Даже тот товарищ, который не сразу пришел, тот сразу среагировал. Мыслимая вещь проистекает из основания. То есть даже смешно, то, что они пишут. И, наконец, вот конец 430 товарища. Поэтому мыслимая вещь, точно так же, как она есть, безусловная, есть равным образом и лишенная основания, и выступает из основания, лишь поскольку последняя опустилась ко дну, поскольку его уже нет. Нет, выступает из того, что не имеет основания, то есть из собственной существенной отрицательной или чистой формы. То есть получилась чистая абракадабра. И если люди вот это прочитают, и будут говорить, я это читал, читал, ничего не понял. Вот есть это такое место, я должен это зафиксировать, как руководитель кружка, и доложить вам, что вот есть такое место в науке логики, которое некоторые товарищи, ответственные за это дело, те, кто это туда заложили, это прежде всего перевод Столпнера, это Столпнер, и под редакцией Митина, это Митин. А третий человек, который за это отвечает, примерно к этой книжке, это я, Фоков, который понадеялся на этих великих философов. Вот так. А надеяться в философии на каких-то, так сказать, персон нельзя, нужно всё проверять. Как ещё? Так что тут дело не в том, что суть дела может возникнуть тогда, когда её занимается. А я, значит, видимо, предисловие-то поставил хорошее, но кроме этого предисловия нужно было вот на этом остановиться. С другой стороны, в порядке оправдания, мы с вами не случайно занялись проблематикой материалистического истолкования науки логики Гегеля, и вот по этой дороге, когда мы идём, мы не могли это обойти. И раз мы не могли это обойти, то есть то, что, скажем, я мог бы сделать в одиночестве, если бы я за этим следил, а я, честно говоря, предполагал, что то, что здесь написано, написано и здесь. Оказывается, тут, видите, вот тут написано суть дела, тут написано суть. Дела тут нету. Это ещё короче. А вот то, что тут написано «мыслимая вещь», и она, эта «мыслимая вещь», находится в бытии, в учении о сущности, и просто там нет ни места. Люди, которые это делают, значит, они ничего не понимают в диалектике, ничего не понимают в философии. Но, видимо, тем не менее считаются профессорами, докторами, и вот, как говорится, надежда на это или, так сказать, вера в то, что эти люди серьёзные, и они серьёзно это делали, ну вот себя не оправдывает. Другие люди, которые не менее серьёзно это читали, они уже это обнаружили раньше меня. И вот, скажем, товарищи, которые вот это издавали, обнаружили. Это издание какого года? Это 71-го года, так? А вот это уже второе издание. Есть первое издание, а вот второе издание, я приобрёл себе это у нас в Петербурге, в Ленинграде издавал. Санкт-Петербург, издательство «Наука», 2005 год. Издание второе, стереотипное. И главным, так сказать, редактором этого был товарищ Каменев, который является директором издательства «Науки» в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Профессор нашего университета. Так что вот товарищи этим занимались и это сделали. А нам остаётся это констатировать и быть начеку. То есть вроде бы книжка умная, толстая, большая, но в ней может содержаться то, что противоречит её смыслу, её содержанию в устройстве. А устройство очень простое, мы его с вами вполне осознали. Устройство такое. Мы рассматриваем в первых двух книгах бытие, а не какие-то мыслимые вещи. В бытии мы рассматриваем так Гегель построил свою работу. То есть учение о бытии разделяется на две вещи. Том 1. Объективная логика содержит что-то в своём содержании. Учение о бытии и учение о сущности. Тут всё просто и понятно. В бытии никуда мыслимые вещи не попадают, в учение о сущности тоже не попадают. То есть нет ей места ни в бытии, ни в учении о сущности. Вот мысли об этом бытии, это тех, которые должны рождаться, кто изучает это, кто в данном случае разбирает это. А что касается мыслимой вещи, да ещё которые вдруг откуда-то являются, да появляются это мыслимые вещи, ещё много для этой мыслимой вещи всяких обстоятельств. Но вот, наверное, это вот мыслимые вещи мы не нашли, а вот мысленную глупость мы нашли. Вот она, в данном случае, выявлена. И надо товарищей предупредить. То есть всякий товарищ, который будет пользоваться вот этим изданием, к которому я имею прямое отношение, поскольку участвовал в организации этого дела и поставил соответствующее предисловие, которое здесь нужно. И мы выдаём слушателям Красного Версета, которые успешно закончили учёбу. Вот надо иметь в виду, что вот в учении о сущности вкралось. В учении о сущности вкралось. Мы некая мысль вместо вещей. Мысль. И вот там, где стоит эта мысль, надо просто ставить... Что там нужно поставить? Суть. А? Суть. Суть дела. Или суть. Суть или суть дела. Просто и понятно. То есть заменяйте мысливую вещь в себе на суть или на суть дела, и всё будет в порядке. Больше ничего. Может быть, мы и другие какие-то, и, может быть, недостатки найдём, потому что книга эта трудная. И раз она трудная, то некоторые товарищи раньше бы заметили это. А теперь они думают, что это особая учёность. Вот в данном случае вот этот эксперимент с мыслимой вещью в себе, он никакой учёности не содержит. Он говорит о том, что вокруг этой науки логики крутились и те люди, которые никакой наукой на самом деле не занимаются. И действительно, а что диалектического написали вот те люди, которые участвовали в издании? Вот Камнев, я знаю, он профессор, он директор издательства наука и профессор нашего философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. А что эти товарищи делали? Их вклад какой-то другой. Здесь, то есть, они себя вроде бы и прославили, но одновременно прославили себя вот этой глупостью, которую они сюда вставили. Если люди этого не понимают, что в учении о сущности не может быть мыслимой вещей, потому что о вещах, вещь пойдёт в другом месте дальше, когда идёт существование и так далее. тем более о мыслимых вещах. То есть, о мыслимых может пойти речь только в учении о понятии. Если люди этого не понимают, то они, значит, звания имеют, а знаний у них не хватает. Вот такая вещь, так сказать, не очень приятная, в том числе и для меня, поскольку я, так сказать, всё-таки с некоторым пиететом относился к тому, что, я сказать, вот в 37-м году люди издавали, люди перевели, они, оказывается, издавали неправильно, и перевели неправильно. Причём где? В учении о сущности. Не в каком-нибудь там предисловии или в каком-нибудь месте не таком важном, а прямо в центральном месте, взять, в середину напихать, вместо такой очень великой, можно сказать, фразы, что когда, вот я это сразу запомнил, когда изучал учение о сущности, когда для какой-нибудь сути дела или просто для сути созданы все условия, она вступает в существование. Это очень, можно сказать, вдохновляющее положение. То есть, если вам никак не сделать что-то очень серьёзное, трудное, большое, делайте то, что можете. Вот одно сделаете, другое делаете, третье. Вот когда вы всё, так сказать, то, что необходимо сделать для этого, как условия выполните, все условия выполните, и появится то, что вы делали. Ну, точно так же, как если вы строите дом, то вам, между прочим, сначала надо для фундамента вырыть. Сначала землю выбрать, потом вам нужно установить блоки. Так вот я видел после, в годы перестройки, так блоки и лежат. Условия есть, а дальше никто бросили, и они уже не стали строить. Потом нужно вывести стены, потом нужно обработать и оформить так, чтобы было, так сказать, и утепление, и чтобы это было красиво и ровно. Нужно застеклить, нужно провести там водопровод, нужно туда провести отопление, нужно провести туда электричество, нужно потолки побеглить и так далее. Раньше, вот я, например, уезжал, когда мой отец получил комнату 13 метров на Московском проспекте, мы приехали в квартиру, в которой была отличная ванна, в которой можно не сидеть, а лежать. И там был большой коридор, в котором не только велосипеды можно поставить, но и побегать могут дети. Кухня достаточно большая, не то, что мы потом получили, вот в Автово, там была сидячая ванная, метров 5, наверное, квадратных, а может и меньше, 4 квадратных метра, наверное, ванная эта вся вместе с туалетом. Два квадратных метра – это коридор, 6 квадратных метров – это отец мой и мать моя. Вот они жили в этой комнате. Еще мой сестра с мужем в 8-метровой комнате, а я в проходной 17-метровой. Через меня все ходили, но меня это не волновало, потому что я, так сказать, спал хорошо. И кухня, кухня 5 метров. И все. У вас в самой большой комнате жили. Самый большой, да. Вот я теперь занимаюсь наукой лодки. Кто жил в отдельных комнатах, тем хуже. Вот такая картина. То есть это очень важное положение, потому что когда люди сталкиваются с каким-нибудь большим строительством, ну, строительством социализма, что для этого нужно сделать? Нужно не только, чтобы были заводы и фабрики. Нужно, чтобы не просто, чтобы люди были в деревне, работали, а надо, чтобы не просто там они кооперировались, а чтобы эти кооперативы вошли в единую систему, обеспечивающую общественную собственность на средства производства. Чтобы была контрактация, чтобы были машино-тракторные станции, которые потом Хрущев уничтожил и, соответственно, уничтожил тем самым социалистическое земледелие. Нужно, чтобы были совхозы, как форпасты и государства, диктатура пролетариата в деревне. Вот когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. И когда у нас было и тысячи тракторов, десятки тысяч тракторов, когда у нас были удобрения, когда у нас были совхозы и колхозы, и когда кулаки, которые мешали этому, были отправлены на самостоятельную работу, а не на работу, которой другие занимаются, они получают только результат. Вот мы получили в 1936 году социализм. А для того, чтобы его сохранить, тоже нужно было выполнить все условия. Первое это условие, что социализм – это борьба. И об этом условии Ленин писал в своей работе о диктатуре пролетариата, что диктатура пролетариата есть упорная борьба. Кровавая и бескровная, насильственная и мирная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества. Это он не просто в какой-то статье написал, это он говорил в докладе на Втором Конгрессе Коммунистического Интернационала. Для всех. Чтобы все знали, что если вы хотите этот социализм иметь, его удерживать, что нужно сделать? Вести борьбу. За что? За социализм. Потому что если вы за социализм не будете бороться, хотя оно у вас есть, точно так же вы умрете, если вы не будете бороться за то, чтобы у вас было питание. Через определенное количество, не больше, чем 30 дней, вас уже не будет. Точно так же и социализм. Если люди обрадовались, что у нас теперь, слава Богу, социализм, можно расслабиться, а расслабляться нельзя. То есть социализм после того, как он построен, это что такое? Борьба. И существуют противоречия социалистические между коммунистической природой и социализмом, и отрицанием, связанным с выхождением из капитализма, между непосредственным общественным характером производства, а уже диаметрально предположенным товарным, и товарностью, которая еще не изжита, и долго будет как отпечаток производства, между бесклассовой природой коммунизма, к которому относится и социализм, как низшая флага, и наличием классов, так и еще не вполне преодоленным делением общества на классы, между планомерным характером социалистического воспроизводства, элементами стихийности, потому что если вы напишите план и поставите показатель такой, что по длине этих труб вам будут тонкие и длинные трубы производиться, а если вы по весу будете давать, вам будут тяжелые и короткие, а те будут другие в дефиците и так далее. И при социализме планомерность вообще, даже при полном коммунизме, она не бывает бесконечной. Почему? Потому что нельзя на бесконечное время спланировать. Планировать нужно в все большее период, но мы не вышли за рубеж пяти лет, а здания и сооружения, и люди живут больше, чем пять лет. И поэтому, если эта планомерность не превосходит тот горизонт планирования, который есть, то еще настоящей полномерности нет. И, наконец, надо не только радоваться, что у нас социалистическая система управления, а надо еще и печалиться, что в социалистической системе управления есть бюрократизм и карьеризм, и ведомственность, и местничество. Что есть такие люди, которые стараются как можно меньше дать людям и как можно больше взять себе. И если вы не организовали рабочий контроль или рабоче-крестьянский контроль за своей системой управления, то эта система управления превращается в свою противоположность, что у нас и произошло. То есть никакой сказки тут превращения социализма в капитализм тут нет, потому что, если вы не боретесь за этот социализм, он пропадает. Ну, как все хорошее. Вы переставьте, так сказать, подметать у себя в комнате, и у вас будет скоро там, ну, как в хлеву. Хотя в хлеву там тоже подметают, иначе там коровы будут все в грязи, и тоже они закисли. То есть, вроде бы и простая эта вещь, но те люди, которые были после Сталина, они этот дух борьбы не приняли, не осуществляли, то ли по личным причинам, то ли по каким-то другим, в том числе и по той причине, что вот они думали, что можно без изучения диалектики понять социализм. А без изучения диалектики нельзя понять социализм, поэтому это вот входит в суть дела. Изучение диалектики – это то необходимое, которое нужно для появления сути. Когда для какой-нибудь сути созданы все условия, она вступает в существование. Если у вас люди говорят о социализме, но не разбираются в противоречиях, не разбираются в борьбе общественной, а наука борьбы – это вот здесь все противоречиво, вся борьба противоположности описана. Если она в этом не разбирается, значит, не выполнены условия. А раз не выполнены условия, это не какая-то мыслимая вещь, как вот тут написано. А это – сущность. Сущность. То есть это противоречит туда сущности социализма. И сущность, она не становится реальной, она уходит. Она нас покидает. Поэтому с этой точки зрения, можно сказать, что таким тяжелым образом, но человечество приручается к тому, что если вы создали социализм, и диктатуру предрета, надо ее, эту диктатуру предрета, крепить до тех пор, пока не будет вообще полностью уничтожено государство. А когда будет уничтожено государство? Это Энгерс объяснял, когда не будет классов. И Ленин повторял в государстве революции. Когда не будет классов, не будет классовой борьбы, и государство что? Его не надо будет отменять. И говорить, что оно общенародное. Оно засыпает, отмирает. Его нет. Ну нет. С кем его собирается? Смысл теряет смысл просто. А вот борьба нового со старым остается. Борьба нового со старым остается. Потому что надо выяснять, что новое, это рядовое, а что старое, отживающее. И эта борьба нового со старым является основанием дальнейшего движения коммунизма, уже как полного коммунизма. Или вы хотите подойти до коммунизма и сказать, ну все теперь, давайте выпиваем, гуляем и сдаем. Убедетворение потребностей. А? Убедетворение потребностей. Смысл коммунизма. Убедетворение потребностей или в обеспечении полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Что, уже у всех всесторонних развитий было у одних 11 лет или 10 лет образования, а у других 15 лет тюрьмы. Нет. Я считаю с этим. Аспирантурой. Аспирантурой, там много можно. Можно считать. Глядя, 15. Если 15. Я 11 в школе учился, 5 в вузе, уже 16. И 3 в аспирантуре. 16, 3, 19. Не хотите? 18 лет. 19 лет, да. Бывают такие люди. Поэтому, когда люди сидят 19 лет и не добрались до науки логики, это удивительно. То есть, рабочий класс освободил известное количество людей от производительного труда непосредственно и дал им возможность. А они это тоже не читали. И они... Я хочу вам сказать, что вот я это очень ощущал на философском факультете, потому что кроме меня никто эту философию и диалектическую не преподавал. Груди была какая-то доцент. Где-то лекции читала, но это как-то скрытно было. Неговерно. А сейчас студенты не читают? А? Диалектику не читает никто? А, никто не читал. Ну, а я-то наоборот. Я его все свои лекции ставил, эту диалектику и, скажем так. Поэтому у нас вот лекции по философии и истории, которые я читал, издало московское издательство что с прибавкой, что компендиум, компендиум диалектики. Ну, такая история. Поэтому я, тем не менее, как редактор этого издания, приношу глубокое извинение всем читателям и нынешним и будущим за то, что я не использую свое право главного редактора тогда и не повыкидывал вот эти глупости, о которых мы сегодня говорили и которые я пропустил по халатности. Потому что я вот, так сказать, это читал, вот это читал, а вот тут я понадеялся на двух выдающихся, так сказать, столбов, которые это переводили и оформляли. Перевод Столпнера под редакцией Митина. Поэтому, если бы, скажем, сейчас был бы какой-нибудь открытый процесс, то нам надо идти туда втроем. Этих, как зачинщиков и тех людей, которые такое заложили, разрушение диалектики, ну и меня, как человека наивного, который поверил на слово или преклонялся перед авторитетами. Вот перед авторитетами не надо преклоняться. Главный авторитет, который должен быть, в том числе у всех, кто занимается в кружке по научной логике, это авторитет чего? Истинный. Истина выше всего. Превыше всего. Вот истина выше любого начальника, любого руководителя, любого там редактора, или главного редактора. Кстати, очень смешно было, когда я вот с этой книгой пришел к нашему товарищу, директору издательства, и сказал, а вот вы не можете мне объяснить, где у вас кончается первый раздел, и начинается второй. Вот тут написано, что учение об истии, объективная логика учизна и субъективная логика. Где у вас это написано? А у него нет, у него в голове, в содержании есть, вот написано, науковой логике. Первая часть объективная логика, вторая часть субъективная логика. А деления нет. Нету такого странички, где было написано субъективная логика, а вот объективная. Ну, может, сэкономили какое-то время, так сказать, а издания книг таких, оно требует того, чтобы потратить это время. А лучше сказать, не потратить, а использовать. Потому что, если потратить, можно на все что угодно время, а вот использовать, можно только на пользу. Если какую-то пользу принесешь, тогда есть смысл это время заниматься этим занятием. Ну, тем не менее, с точки зрения формально, никто мне не мешал бы, если бы вот при издании непосредственно в начале я бы на это обратил внимание, и, естественно, я бы это переделал. Но, ну, так получается, что вот, так в жизни получается, что люди не всегда обращают внимание на то, что должны сделать. Меня иногда спрашивают, вот, Михаил Васильевич, вы вот вроде просвещенный, там, это читаете, это читаете. А почему вы так сделали? Что я отвечаю? Дурак был. Другого ответа нет. Так что, ну, как-никак, если тут написано, главный редактор, интересно, никакой главный редактор, который по истечении сколько-то такого-то времени наконец-то досужился разобрать. Я сегодня это все рассказывал, я точно так же, если бы я тогда это место критически почитал, то я бы, конечно, хоть такие же выводы сделал. Они у меня, эти не новые выводы. Но, вот это требует и соответствующей работы. Всякая издательская работа еще связана с тем, что ты какой-то ляпсу составишь, и потом это размножается в тысячи экземпляров, и потом тебе же принесут и скажут, ну, у вас же написано, кто тут прав, вы или вот книга, книга. Книгой можно, как говорили, что не только человека, не только муху, но и человека убить можно такой книгой. Поэтому, чтобы вы не убивали диалекцию, нужно к этому, как и ко всему другому, относиться очень серьезно. Какие есть вопросы и суждения? Не напомните, в каких годах или году были обращения компакта Китая и руководства к советским коммунистам с предупреждением о том, что ренегатское руководство БСС приведет страну к развалу это было уже при Хрущеве было. А в каком году? Не помните, в каком годах? В 50-х? В 50-х годах. Когда Хрущев развернул свою деятельность против диктатуры периода? Значит, прежде всего, в 56-м году, потому что доклад был. Вот посмотрите, он делал не в том, что даже был этот доклад. Это был такой доклад, который был зачитан Хрущевым на отдельном закрытом заседании, и который потом вот этот доклад вроде бы как коммунистам давали почитать. В руки не давали. То есть в райкоме там собрали и прочитали. И там собрали, прочитали, там собрали. А представителям коммунистических партий других, которых было много, приглашено, 20-е съезд раздали, и поэтому за границей был вот этот секретный доклад Хрущева о культе личности опубликован. И получилось так, что за всю историю человечества культ личности оказался только у Сталина. Вы кого-нибудь еще знаете, про который говорили о культ личности? Да, у всех руководителей культ личности есть. Всех. В истории всех есть. А вот я руководитель Кружка. Петра I в России есть. Ну, просто, как это, сопоставить. Ну, никто не пишет. А? У Наполеона, у Петра I в России Ну, никто не говорил, что он. Родители крупных, известных. У них у всех был культ личности, ну, в том понимании, как мы это относились к Сталину или там еще кому-то. Они ко всем так относились. Культ личности бывает не у руководителей, у тех, которые сами не разбираются, поэтому они относятся к указаниям руководителей как к богам. Как к богам или как к начальникам, которые все знают, все могут, ничего не контролируют и отдают, так сказать, право первородства. Потому что все трудящиеся должны контролировать снизу деятельность своих руководителей. Поэтому культ личности, вот, это в него впадает прежде всего трудящиеся. Потому что сам человек, сам человек культ личности не создаст. Но все будут над ним смеяться и говорят, дурачок. Нет, а повторяют и ходят и носят и выполняют дурацкие указания. Знаешь, Михаил Васильевич, нужно, наверное, было диалекту переиздавать по изданию 71-го года, а не по столкнину. Это? Да. По столкнину считается экономическим. Но это считалось вроде как каноном. Канон. И вот я хлюнул на канон. А надо проверять. Там типа это самое это тоже культ личности. Вот есть такие личности. Они так давно, они самые первые. Самые первые. После того, что они вот сделали, вот сейчас мы разобрали, ну как же так можно всунуть в учение о сущности к ходу мыслимую вещь. А вещи там найдете категорию учения о сущности. Это дальше. Вещи есть там. Элемент, вещь, содержание, форма, вещи и так далее. А мыслимые вещи это вообще это мысль о вещи. Мыслимая вещь. Правильно? Точно так же, как вот вы такой вопрос поставили о культе личности. Культ личности обвинения в культе личности относятся ко всем трудящимся. Почему вы допустили культ? Вот не было культа Сталина, потому что вы выполняли решения или постановления в силу того, что они были разумные, грамотные и они продвигали вперед. А такого дурака, как Хрущев, вы выполняете. Вот это и есть культ личности. У него и не было никакого культа. Как не было. Вы не ходили. Я вот ходил в кинотеатр и смотрел фильм «Наш Никита Сергеевич». Это же не долго было. Не долго, но было. А было это бытие. Когда государство окомрет и общественным характером производства будут управлять на местах, получается, советов больше не будет? Что? Ну, советов больше не будет. Почему не будут? Они будут, но они не будут формой государства. Государство ведь это машина насилия. То есть сейчас вот вы сюда пришли, вас никто же не бьет? Точно нет. Нет. Ну, так и будет при коммунизме. Будете хорошее дело делать и бить вас никто не будет. А при социализме, если хотят люди жить и чтобы не развалился социализм, как Ленин говорит, хочется, так сказать, гладить по головкам, а нужно бить по этим головкам иногда. Потому что они делают не то. И мало ли таких мерзавцев, которых мы за то, за то, за сё пригвозили к позорному столбу. И надо это видеть и наблюдать. И весь период социализма, когда они появляются, особенно в системе управления. Вот за этим должно быть. А так вот мы смотрим, вот такие-то члены, а не вот члены ЦК и так далее. Ну и что, что член ЦК? Надо смотреть по содержанию. А как люди могут контролировать? Человек, изучающий, изучавший, изучивший науку, даже изучающий только её, он уже может контролировать. Потому что его не обманешь. Потому что он над серьёзными вещами думал и над значением категорий тоже думал. Потому что культичность это вот такое явление, которое создаётся внутри, не только самим руководителям, а создаётся предателям. Я, наверное, думаю, что это руководители не прилагают к этому общению. Да, но прилагают те, не только окружение, прилагают те, которые хотят разрушить социализм. Чтобы его разрушить, надо сделать так, чтобы люди не об истине заботились, а о подчинении начальству. Правильно? Ульт личности. Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Вот что такое культичность. Правильно? То есть если я начальник, значит, не надо уже разбираться в том, а то я делаю или не то. Правильно или неправильно. А то вы начитаетесь науки логики Гегеля и начнёте там что-нибудь такое ставить, а это не понравится кому-то. А кто это такой кому-то? А он сидит таких вот людей, которые сидят на тёплых местах очень много. И есть соответствующие болезни. Они тоже. Я вот в книжке своей излагал, что вроде как разрешаешь, 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 противоречия. Но сидят люди, бюрократизм есть, есть. Что в чём состоит бюрократизм? В том, что я вот... вы ко мне пришли, вы видите, что я не могу ничем вам помочь. Почему? У меня руки заняты. Почему? Потому что я обеими руками держусь за кресло. Вот. А тут на то он приходит. А я уже за это вот держусь. Она уже следующая единица. У меня есть кресло более высокое. Валерий Александрович, я с удовольствием говорю. Вы же знаете, мы с вами сколько много прошли, всё делали. Вы видите, у меня все руки заняты. Как я могу вам помочь? подумайте сами. То есть это же явления, которые были, а местничество. А вы из какой деревни? Вы из Ленинградской деревни? Я, значит, из Ленинградской. А вы из Козырянка какой из? Скорбской? Всё, до свидания. А вы, товарищ Мальцев, откуда приехали? Из Киргезии? Из Аула. Ну, так а что вы хотите? Пейте к себе ваут. Только два ваута. А улщики ваута. А улщики ваута. То есть вот это сладкая картина, когда начинали вот всё это изображать, непротиворечиво. А почему непротиворечиво? Они не могут, чтобы изображать противоречиво, надо это же ещё грамотно изображать. Чтобы не выдуманные противоречия были, а действительные на самом деле. И хочу вам сказать, что вот я, поскольку этим занимался, и у меня докторская была посвящена противоречиям социализма, несмотря на элементы торможения, но в конечном итоге я получил докторскую диссертацию в условиях, когда социализм размаливали. И вроде бы из-за этого минуса, который был, в том смысле, что у меня это не сразу получилось, я три раза защищал, две докторских защищал по политэкономии, больше половины голосов, и меньше двух третей, значит, не проходило. а вот это вообще не два дня защита была, всего несколько часов, и все, но потом меня вызывали вак, потом, и я перезащищался, дополнительно защищался, по решению высшей ассоциальной комиссии в институте философии академного Катан, значит, товарищи сектора научного коммунизма добро меня встретились, в том числе там и товарищ Косолапов был, и другие, которые поддержали и все, и в итоге еще потянули немножко и дали доктора философских наук, хотя я к тому времени не прочитал ни одной лекции по философии, ни одной, так что как сказать, мешали мне или помогали, ну были, у меня заняты, 100 отрицательных отзывов прислали на вторую докторскую диссертацию, а мы 150 положительных сделали из разных мест, так что там было башно-баш. Я получал каждый раз больше половины, а надо две трети, а как может сразу две трети за новой при новой, диссертация же новая, не видноно и не слыханно, а как может за то, что не слыханно и не видноно быть две трети, Валерий Александрович, это надо, чтобы оно постарело, уже надоело уже, вот тогда уже может быть две трети, так что вот эта вот нотка нытья, что нам не дают, ну если вам не дают, и не надо вам давать, потому что вы сами не берете, то есть человек должен что делать, вести борьбу, и вся эта наша жизнь есть борьба, в том числе с мыслимой вещью. Можно еще уточнить? Ну вот культ личности верховных правителей наверное присущ в большинстве государств в ладийской эпохи, особенно азиатского способа. а не было там такого термина никогда не применялось. Обратите внимание, если был культ, почему говорили, ну есть монарх, почему культ личности? Монарх есть, он устройство государства и должен править, кто должен править? Либо если вы король, так ваши дети будут править, если я король, мои дети будут править, причем тут культ личности? Личностью вообще дурак может быть, а править он будет. Это выдумка насчет культа личности. Никогда об этом ничего не говорили и применяли только по отношению к Сталину. Ни к одному человеку, ни к одной личности в истории не было применено. К Суворову применяли? К Кутузову применяли? Культ личности Кутузова был? Был. Кутузова? Да. У вас? И у меня был. Какой культ личности? В чем это выражалось? Ни к чему? Почитали Кутузова. Почитали Москву сдал. Все сдал. А Суворов сколько он? По Европе все там спускался сальв и так далее. Но попробуйте спуститесь сальв. Да я не об этом говорю, а культ личности ему подчинялись потому что армия в армии все подчиняются они спрашивают. Культ личности у каждого командира. У каждого командира культ командира. если не выполняешь как это для начала вплоть до расстрела так или не так. Там круче чем культ личности. Культ личности название даже само культ личности фараона были. Нет нигде не написано ни в одной книжке про культ личности фараона ни одного Степана Степановича. Обратите внимание что понятие культ личности применяется только к Сталину больше никому и исключительно. Это понятие можно применять потому что лично. Нельзя его применять потому что это выдуманный специально разовый обман народа. Я знаю почему он был культ личности Сталина. Потому что его не было. Нет потому что это был единственный человек на земле который построил социализм. Он не построил социализм. Представление о том что один человек построил социализм безграмотное. Нет вот его не стало и все рухнуло. Это трудящийся Советского Союза построили консервис. Если бы все трудящиеся не стало оно тоже бы все рухнуло. Следующее занятие 12 марта. 12 марта хорошо. Спасибо большое товарищи. Успехов всем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok